всем привет сегодня мы с вами поговорим о чем же питаются рыбы в водоемах я подскажу вам это ракообразные сегодня мы будем говорить о низших и высших раках а их строение поэтому подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и погнали сегодня мы рассмотрим с вами класс ракообразных и так к этому классу относится основные под классы которым присущие различные формы раков это низшие и высшие раки к высшим раком мы относим тех которых мы привыкли с вами видеть это креветки различные это ракообразная да там широкопалый значит рак либо же омары да и так далее если мы говорим о низших раках то здесь нужно вспомнить пресноводных наших дафниях которые существуют наших озерах и реках водоемах да непосредственно бакоплавы различные циклопы и так далее давайте рассмотрим ракообразных на примере высших раков и так у нас есть рак обычный можете его назвать крабом омаром и так далее но это рак скорее всего широкопалы и давайте посмотрим чего же он состоит и так у всех ракообразных существует голова грудь это место где соединяется собственно голова и собственно грудь внутри голова груди располагаются от 1 по 8 сегмент его тело да то есть брюшка дальше мы видим с вами непосредственно брюшка которого тоже имеется сегменты от 1 по 6 на конце существует хвостик небольшой значит все конечности ракообразных включая усы и включая его клешни являются его конечностями часть из них видоизменена видоизменена под какие-то роли деятельности значит на головогруди еще мы можем встретить с вами глаза непосредственно значит усики значит всегда существует первая пара или маленькие усики и вторая пара до усов непосредственно усы преданно непосредственно усы нужны ракообразным для того чтобы чувствовать запах в окружающих их среде то есть это орган обоняния у раков с нижней части располагается ротовое отверстие все раки могут разделиться либо же на хищников либо же на травоядных непосредственно вот есть те и другие раки которые не прочь полакомиться и как водорослями так собственно и плотью большинство из них медлительные поэтому являются падальщиками до доедает то что не догнило в озерах и водоемах а также то что остается после трапезы других животных и так по строению конечностей ходильных ног у всех высших ракообразных встречаются 5 пар ходильных ног передняя пара превращается в клешни я думаю вы все знакомы с ними остальные пары лапок превращаются в ходильные ноги и брюшные лапки выполняют роль либо же для того чтобы придавать дополнительное движение во время того как рак плавает либо же крепление икринок на этих лапках самки откладывают специального мешочка значит и специальные яйце вот яйца и крепится они на лапках затем самка долгое время носит их как будто бы инкубаторе до постоянно проветривая для того чтобы эти икринки не застоялись не слеживались и насыщались постоянно кислородом непосредственно из воды тем самым они помогают быстрому развитию этих икринок затем отрождаются маленькие рачки и они расплываются кто куда мы рассмотрели с вами внешнее строение раков давайте рассмотрим с вами как же они устроены внутри этого нам нужно будет просмотреть их на разрезе и так у раков высших как я и говорил с обратной стороны находятся под головогрудью ротовое отверстие за ротовым отверстием находится непосредственно глотка значит за глоткой находится пищевод и желудок значит если рассматривать весь цикл движения пищи то она начинается у него с ротовое отверстие заканчивается анальным отверстием за весь этот путь пища претерпевает несколько стадий измельчения первую стадию естественно это измельчение это механическая часть значит измельчение пищи затем пища попадает в специальный желудок где выделяются ферменты которые позволяют пищи из поле состояния перейти в моно то есть в одинарной структуру более простую затем желудок отправляет все что он превратил в такую небольшую кашицу до дальше по значит по кишке непосредственно и там происходит впитывание или всасывание реассорбция питательных элементов внутрь тела рака после того как питательные элементы попали через кишечник в тело рака то эти компоненты встречаются таким явлением как кровь кровеносная система у ракообразных не замкнутая встречается у них различные вены артерии и так далее так называемые но самое интересное здесь случае в том что сердце у раков располагается сверху и кстати она не такое классическое как мы привыкли видеть у человека или других млекопитающих или рептилий непосредственно это что-то наподобие мышечной ткани выросший или разросшийся значит сосуда кровеносного до имеющих три небольших камеры на непосредственно которые хаотично сжимаются и выжимают кровь из сосудистой системы дальше эта кровь разливается по всей полости тела непосредственно и там же происходит следующий феномен кровь содержащая кислород да то есть отдает это кислород тканям непосредственно рака а взамен получает углекислый газ точно также она распределяет питательные элементы компоненты которые поступили с пищеварительной системы питая при этом клетки и забирая продукты метаболизма до обратно непосредственно мы затем это происходит до чистка крови после того как кровь забирает углекислый газ из тканей рака она направляется к непосредственно жабра жабры пропуская через себя в воду задерживать себе кислород впитывая его в кровь а обратно отдает из углекислый газ таким образом происходит дыхание раков на с помощью жабр мы их тоже можем видеть они находятся в головогруди все эти процессы регулируют у нас непосредственно центральная нервная система в этом случае центральную нервную систему выполняют такие компоненты как ганглии вот эти шарики непосредственно называются ганглиями это шарик состоящий из нервных тканей который выполняет какую-то функцию непосредственно существует у раков ракообразных датуси непосредственно несколько ганглии самые явные из них выделяется это надглоточный и подглоточный ганглии функция их весьма разная значит подглоточный ганглии у нас непосредственно отвечает за нижние части и некоторые органы а вот надглоточный ганглии в очень интересную функцию это что-то вроде мозга человека он принимает сигналы от органов чувства я напомню органы чувств тоже у ракообразных существуют такие как усики обоняния зрительная до глаза значит непосредственно соответственно эти компоненты поступают из этих компонентов поступает сигнал в центральный надглоточный ганглии где происходит первичная обработка сигнала и понимание о окружающей среде также у раков имеется еще один орган осезания дело в том что на верхней части голова груди располагается такой треугольничек в этом треугольнички есть небольшие чувствительные волоски на этих волосках всегда есть какие-то частички камней либо же песчинки значит песка или же и листы какие-то основания и так далее для чего это нужно раком для вот дело в том что у них нет вестибулярного аппарата как такового и они очень плохо ориентируются в пространстве они не понимают где вверх день где низ соответственно для того чтобы они осознавали что внизу есть земля а сверху есть воздух да то есть поверхность суша то на этих ворсинках находятся маленькие камушки которые под силой тяготение тянутся к земле непосредственно тем самым раздражаете небольшие усики рак понимает что снизу земля а сверху суши ну и конечно же последняя система которую мы с вами рассмотрим сегодня это половая значит система и у ракообразных половые железы располагаются недалеко от окончания головогруди и начала брюшка половая железа вмещает себе икринки либо же сперматозоиды непосредственно ну что касается про половую жизнь ракообразных то здесь очень интересно они бывают двояко полыми они бывают разнополыми они бывают сменно полыми если же вы хотите знать чуть больше чем я сегодня вам рассказал о ракообразных о их систематике о их строение о их видовом разнообразии а их роли в окружающей среде не просто как вкусная вкусный деликатес на нашем столе тогда я вас приглашаю к нам в учебный центр интенсив курс